Много лет, 60-х годов, но я разговариваю там с какими-то знакомыми, иногда случайными, все равно слышу от них, как в 60-е годы собирались у соседей, у тех, у кого был телевизор, и смотрели сообща по 10-12 человек, мальчик, которые передавались из-за рубежа. До 63-го года матчи чемпионата мира по хоккею по телевизору не показывались. И впервые в 63-м году из Стокгольма наше советское телевидение показывало чемпионат мира. После нашей победы в Стокгольме, она еще была достигнута через 7 лет после последнего чемпионата мира, который мы выиграли в 56-м году и одновременно Олимпиада, которая проходила в картина Дампеца в Италии. Вот тогда народ действительно заболел. Выигравшись в 63-м году, хоккей как бы обозначил свою значимость для советского спорта. Хоккей наш почувствовал такое давление со стороны болельщиков, со стороны спортивных руководителей, со стороны руководителей, которые сидят там наверху, сидели вернее наверху. Спорт это был одним из источников пропаганды советского образа жизни за рубежом, этого отрицать никто не будет. В ЦК КПСС существовал отдел пропаганды, в котором был сектор физкультуры и спорта. Всегда находились причины, по которым нам обязательно надо было побеждать. Ну, надо сказать, после победы в 63-м году были и скептики, которые говорили, да это случайно, это на один год только там канадцы были слабые, или шведы у себя дома умудрились проиграть. Вот поэтому в 64-м году мы находились под особым напряжением. Во-первых, Олимпиада, сложный был турнир в Избруке, выиграли моего. И так как вот дальше пошло, 65-й год, но Тампери, Финляндия стали чемпионами мира, там очень сильная была сборная Чехословакии, мы их в решающем матче обыграли со счетом 3-1. 66-й год, Любляна, Югославия, а вот в 67-м году был ну просто бум по всем направлениям. 50 лет советской власти, и проиграть ну просто нельзя было. Март месяц, Вена, 67-й год, очень яркий такой чемпионат мира для нас, мы всех там обыграли, ну как говорится, в одну калитку, тяжелый матч, правда, с Канадой был, но тем не менее мы стали чемпионами мира. Исключительно престижно выиграть Олимпийские игры и стать Олимпийским чемпионом. Ведь никогда не говорят, экс-чемпионы Олимпийских игр, говорят, Олимпийский чемпион выиграл там тогда-то, тогда-то и тогда-то. Хоккей на таком уровне, и такая популярность у хоккея, что, конечно, он один из ведущих видов спорта. Олимпийские игры Олимпийские игры Олимпийские игры Шайбу Олимпийские игры Олимпийские игры Олимпийские игры Олимпийские игры Аркадий Чернышов Шесть раз подряд вместе с Анатолием Тарасовым вел он нашу сборную к победам на чемпионатах мира. Олимпийские игры 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 Через восемь лет Олимпийские игры Олимпийские игры Олимпийские игры Олимпийские игры Олимпийские игры Которые сейчас надевают наши игроки на плечи Мы тогда не имели ни малейшего представления Если, конечно, сейчас выпустить игроков в таком снаряжении То я думаю, что ни один игрок до конца матча не выдержал Ну, первое, что удивило нас Это реклама, в которой сопоставлялся вес двух наших игроков и одного канадца Один канадец, оказывается, весил столько, сколько весят наши два игрока И шведская пресса на весь мир твердила о том Что русские с таким весом рассчитывают на какое-то выступление Я должен вам сказать, что и наши руководители тоже не рассчитывали на то Что мы можем там выступить успешно Нам оставалась последняя игра, решающая игра с командой Канады Мы приехали на первенство мира посмотреть, а чего мы стоим Мы с Канадой намерены драться на полную с тем, чтобы сами оценить себя Ну, как закончился этот матч? Это всем известно, мы выиграли его со счетом 7-2 Это было как разорвавшаяся бомба Каждое первенство мира выигрывать очень трудно Каждый из них по-своему дорог из этих выигрышей Но вот если говорить о первом, он дорог особенно потому, что не обстреляны в международных играх Парни, впервые приехавшие на чемпионат стали чемпионами мира Среди тех, кто стали тогда первыми, был и Николай Пучков В 59-м его назвали лучшим вратарем чемпионата мира Рассказывает Николай Пучков Заканчивается игра Кто-то выиграл, кто-то проиграл И зрители, обсуждая итог игры Называют имена хорошо обороняющегося защитника Который много раз поймал на себя Очень хорошо отдал много раз шайбу Вспоминаются нападающие с их блестящими проходами и владением шайбы Вспоминается и вратарь, который отбил две-три Две-три пропустил А по существу, по существу итог матча Это борьба двух вратарей Уже девять лет защищает ворота сборной страны Рабочий Горьковского автозавода Виктор Коноваленко Я его помню с 59-го года Еще совсем молодым Он, пожалуй, один Отличался от всех Под этим желанием Играть в воротах Не просто стоять, отбивать А играть, жить в них Это очень важно для того, чтобы быть большим мастером У нас часто спрашивают Что же главное? Что является главным критерием в оценке человека Которого прочат во вратарей Я отвечу вам Так, как я думаю Так, как я пережил Так, как сейчас переживает Виктор Которого вы видите Мужество Технику можно подработать Тактику То же самое Физподготовка Тем более Вот если у него нет в характере Мужества Из него никогда ничего не получится Так, как я думаю Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мало кто знает, что вратаря бьют Конечно, значительно больше Межели любого защитника или нападающего Сейчас человек в маске Раньше они были без масок Разве в этом дело? Очень сложно Когда после большой полученной травмы Нужно вставать опять на пути Этого камня Летящего с большой скоростью Есть еще одна сторона Вернее, вторая сторона Мужества Которым должен обладать вратарь То есть сторона мужества Я бы сказал, психологическая, что ли Вы видите игрока Вратаря, который должен был забить шайбу Но он ее не забил Он ударил клюшкой о лед С досады И продолжает работать Он уже забыл о том, что он не забил И иное совершенно дело у вратаря Он ошибся Что значит ошибся вратарь? Это значит команда Получила очередной гол в свои ворота Но он знает, что он ошибся И здесь нужно Значительно большее Мужество Не забыв Об этой ошибке Сохранить Хладнокровие Для дальнейшей игры После игры Вы бы знали Как переживают команда За проигрыш Не секрет, я вам скажу Что даже такие Ледовые бойцы Как Борис Майоров Анатолий Фирсов Они же плачут После проигранной игры Этого зрители не видят И вот очень сложно Вратарю Сняв маску Честно И спокойно Взглянуть В глаза товарищей Сейчас уже Коноваленко Шестикратный чемпион мира Часто задают вопрос Мог ли Коноваленко Играть В профессиональных воротах У меня нет метения Сомнения Что Коноваленко Является сейчас Одним из очень Немногих вратарей В мире Которые могут играть Не только в профессиональный хоккей Но и в наш Это не шутка Наш хоккей сложнее Нежели профессиональный Если там Чуть сильнее броски В нашем хоккее Значительно больше хитрости От вратаря В нашем хоккее Значительно больше требуется Невременности Мысли требуется Значительно больше Это было Влюбляние На чемпионате мира 1966 года В последний раз Выступала в полном составе Прославленная тройка Нападающих Из команды ЦСКА Левый край Вениамин Александров Центральный нападающий Александр Альметов Правый край Константин Локтев Теперь Локтев Воспитывает Будущих мастеров И когда мы встретились Разговор Естественно Зашел О молодежи Представь себе Что произошло Чудо Время пошло Назад Тебе снова Двадцать Но только тебе Возраст Твоих друзей Вениамина Александрова Саша Альметова Не изменился Кого бы ты взял С собой на поле Из нынешних Двадцатилетних Я затрудняюсь На этот вопрос Ответить Знаешь почему Нет пока Центрального Такого Как вот Сашка Такого нет Крайне есть Хорошие нападающие А Центральный Очень трудно Подобрать По-моему Даже нет Такого Как Александр А я бы взял Двух Харламова И Блинова По-моему Хороший балантрон И что Очень быстрые Очень думающие Игроки Очень думающие Игроки Ну я бы не сказал Там Талант Потому что У двадцатилетних Талант Это очень трудная Штука Ну хорошо А кто бы смог Сыграть Вместе Тебя Я Блинову Поставил Но есть у него Какая-то изюминка Это очень Интересный Правильный Он Когда у него Спрашиваешь Он сам не знает Почему он едет Туда Для чего он едет Почему он Атакует Ворот Вот с этих Позиций Но в то же время Все правильно Номер семь Константин Локти Так было Номер семь Юрий Блинов Так теперь Блинов молод Скажет ли он Свое слово В хоккее Вот ты назвал Харламова Блинова Назвал их Не случайно Значит Есть у ребят Что-то Общее С тобой С твоими Друзьями По хоккею Я имею ввиду Не манеру игры А характер Психологию Человека Что должно быть У хоккеиста Чтобы он стал Выдающимся Игроком Это трудно сказать Потому что Игрок это человек А каждый человек Он хорош тем Что Он какая-то Индивидуальность Мы были Разные люди Понимаешь И Вениамин был И я И Саша Мы разные люди Как люди Мы разные Но мысль у нас Хоккейная мысль Была одна Ну как Расшифровать Мы думали В хоккее Мы думали Одинаково И вот Многие говорили Что у вас Очень много Наигр Раньше Мы наигрываем Какие-то комбинации Мы никогда Не наигрывали Комбинации Играли так Как нам Как заставлял Играть Как вот Складывалась игра Матч Складывался Как заставлял Нас шайба Как заставляли нас Противники Мы так и играли Я все-таки сторонник В хоккее И вообще В спорте Светлой головой У меня Голова Это прежде всего Потому что Можно сделать Сильного Человека И более слабого Можно сделать Сильного Я сам никогда Не блистал Очень Большими габаритами И физической силой Но Я люблю Думающих Игроков Знаешь Должно быть У спортсмена Что Во-первых Он должен весело Играть Обязательно весело И помнишь Я кино Как-то давно Смотрел Котовский Вот там он говорит Что у нас еще есть В запасе Вот там хорошо Сказал Крючков по-моему Он говорит Нахарство Вот Обязательно Должно быть У спортсмена Вот это хорошее Замечательное Веселое Нахарство Вот как у Брумеля Наверное было Он не боялся Ни планки Ничего не боялся Не должно быть У спортсмена Авторитетов Никаких Он должен выходить И по-настоящему Играть Не стеснясь Никого Кто бы играл Там Не важно Кто это играет Молодой Или старый Очень опытный Или совсем Еще чижик И вот все Классные Все очень замечательные Хорошие спортсмены По-моему Вот это у них Главное В психике Я имею ввиду Помимо того Что у них Мастерство Богато Воля Замечательная Ну вот это Бесшабашность Если можно так сказать Это очень Хорошие качества Владимир Владимир Юрзинов Студент факультета Журналистики Московского Университета Центральный Нападающий Московского Динамо Тренироваться Тяжело Очень тяжело Играть Конечно Не легче Но как мы говорим Что Смотреть Гораздо Труднее Чем Играть Идет матч В котором Все напряжено До предела В котором уже Игра идет Просто за счет Характера Бывают Такие минуты Что единственным желанием Это только добраться До скамейки Каждый Спортсмен большой Знает Что за эти Минуты Он должен Отдохнуть Он должен Прийти в себя Короче Другими словами Он не должен Смотреть на поле И в то же время В таких Больших Настоящих матчах Это невозможно Это невозможно Потому что Ни тренер Никто тебя не может Остановить Ты все равно Там Ты все равно На поле Ты все равно Атакуешь Ты все равно Обороняешься Причем Вот канадские Профессионалы Они сели На скамейку И они сидят Сидят И жуют Причем Ни слова А мы Так не можем Здесь уже Нужно умение Держать себя В руках Потому что Помочь Ты не поможешь Вмешаться Активно В ход Событий Никак Не вмешаешься И поэтому Тут ты Расстрачиваешь Свою энергию Которая тебе Через 2-3 минуты Она пригодится Так как Никогда За удар по рукам Удаленно Две минуты Борис Михайлов Номер седьмой Самые Тяжелые минуты Когда Трое Остается В принципе Мы понимаем Так Реально Каждый понимает Что когда Трое Наполи Это будет Гол Все только Закрывают глаза Когда Летит Когда защитник Бросает Все Ох Хорошо Мимо Ой вот Сейчас Один поймал Второй поймал На себя Шайбу Просто не дают Ей Долететь До ворот И после этого Команда выходит И чувствуется Что это уже Совсем другая команда Вроде форма та же А Играет По-другому Музыка 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 Некоторые вот Привыкли скрывать Свои часы Но в принципе Все конечно Душу это все Там Все Все играют Отдыхать На скамейке Невозможно Если бы им Никогда не Приходилось Раскрывать Своих Чемоданчиков С бинтами И ампулами Это было бы Прекрасно Но Хоккей Есть хоккей И врачам Тоже нередко Приходится Вступать В игру Опять? Опять А очень болит? А очень болит? Ничего А играть будешь? Товарищи Смогу А не болит? Нет А может я это заморожу? Давай Давай я это прямо Через это Ладно? Если будет очень болит Тим не скажи Ладно? Не вздумай только так Как в тот раз Потом пусть Не говори Не тяни ты сам Женька Пошла в краю Женька Держи Это врач Ленинградской команды СКА Зиновий Черный Хватит Садись Руку положи Вот так В институте Меня многому научили Хорошо научили Мне казалось Что я даже Кое-что умею А вот работая В команде Очень часто Приходится Вводить Коэффициент Поправки Поправки На тот самый Хоккейный характер Приходится делать Все Пожалуй Быстрее Пожалуй Поответственнее И все это Потому что Люди Пациенты Другие у тебя Хоккеисты Хоккеисты Третьи приятели Что-то доказывают А вот В раздевалку Пройдут Оденут Свои хоккейные Доспехи Тут уже И большой Рагулин И маленький Зимин Равны Тут они Хоккеисты Часто думаю В чем дело Почему это так Видимо Все же Все дело В людях Как-то странно У них все получается По-другому Они реагируют На боль На поле Выйдут Силовые приемы Ничего не нравится Вот эту самую Шайбу Которая весит Почти 200 грамм И которая летит До скорости Около 150 километров В час Они ловят И не всегда Она попадает Защищенные места Но все дело В том Что К травмам Они относятся По-своему По-хоккейному Что-ли Помню вот У нас в команде Ну игровой эпизод Такой был Попадает шайба В лицо Я вокруг Поля бегаю Как белка в клетке Жду, когда он подъедет Не едет хоккеист Ему нужно Доиграть Свою смену Наконец Подъезжает В глазах слезы Слезы Досада Видите ли Попала Шайбой Третий раз В ту же точку Это Это вот Какой-то секрет У них Что ли Пожалуй Это скорее Относится К тому самому Хоккейному характеру Какому-то особому характеру К смези Отваги Отчаянности Рассудительности Смелости Бесстрашия Это поверьте мне Не высокопарно Так оно на самом деле И есть В хоккее Не может быть Плохого Или слабого Человека Слишком явно Это И видно Он вырос В Москве В Сокольниках Он стал инженером Капитаном сборной Есть люди До конца Влюбленные В хоккей Один из них Борис Майоров Я начал играть В 1956 году Когда мне было 18 лет Я с уважением Смотрел на тех Кому было Тогда 30 лет Или 30 С небольшим На тех Кто впервые Выиграл звание Чемпионов мира В 1954 году И я тогда Задумывался Сумею ли я Доиграть До 30 Лет А что будет В 1968 году Когда мне Тоже будет 30 И вот Настал 1968 год Я По прежнему Играю Защищаю В честь Сборной Команды Советского Союза На чемпионате Мира И вот Последний раз Защищал На Олимпийских Играх Прошло Очень много Времени За это Время Ушли Из большого Хоккея Те кто впервые Выиграл Звание Чемпионов Мира На моих глазах Ушли Многие из тех С кем я начинал Играть В сборной Команде Советского Союза А вот Совсем Недавно Еще свежи В памяти Эти воспоминания Мы провожали Константина Локтева Много Было Улыбок Говорились Речи И один Только человек Не улыбался Не улыбался Константин Локтев Он прощался С хоккеем В сутках Только 24 часа Их всегда Не хватало Борис Майоров Сдавал экзамены На аттестат Зрелости И начинал Играть За команду Мастеров Получил Первую Олимпийскую Медаль И диплом Инженера Потом были Победы На чемпионатах Мира И годы Учебы В аспирантуре Пусть хоккей Это только игра Но если Отдал ей Столько страсти Душевных сил Трудно даже Подумать о том Что придется Прощаться Со спортом Теперь уже Мне 30 Теперь Уже передо мной Стоит проблема Уходить Или Остаться Многие считают Что Игрок Должен Играть До предела Это Спорный Вопрос Я же считаю Что Надо уйти Тогда Когда у тебя Еще Осталось Немного сил Когда ты Еще можешь Играть И сидя на трибуне Ты мог бы Сказать Что выполнить Вот допустим Этот прием Я бы Тоже смог Несмотря на то Что я Уже Не играю Играет Агрох Играет Играет Продолжение следует... 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 к делу, настоящего подхода к творчеству, настоящей азартности, спортивности и настоящего человеческого горения на работе. Анатолий Тарасов, тренер чемпионов страны и чемпионов мира. Хоккеист, который попадает к нему в команду, либо играет в полную силу, либо уходит. Спрашивают нас, тренеров, особенно тренеров сборной команды, вот в чем секрет наших успехов. И частенько сами же те, кто спрашивают, говорят, что высокое мастерство советским спортсменам помогает из года в год быть сильнейшими в мире. Конечно, высокое мастерство, но так легко сказать о высоком мастерстве. Как к нему прийти, главный вопрос. Частенько говорят, что нужно владеть педагогическими, режиссерскими навыками для того, чтобы создать сильную команду и воспитать из новичка, выдающегося спортсмена. Я думаю, что просто нужно быть тренером. Говорят, ну что это такое, что на тренировке так себя истязают. Вот мы недавно были на юге с ребятами, ко мне подходили многие любители хоккея. И серьезно меня поругивали в разговоре, говоря, что все футболки у ребят всегда мокрые, все они испачканные в песке. Лица у них, значит, почти багровые. В общем, так нельзя, колени у них стерты, потому что эти кульбиты на бетоне или на камнях. Или сложные упражнения, конечно, иногда приводят к каким-то ссадинам, да и к травмам. Вот как поступить? Вот может быть, пожалеть спортсмена в тренировке? Может быть, делать так, чтобы он не испачкался, чтобы у него не было травм. Вот как поступить? Я сейчас вспоминаю два в жизни момента. Первый случай – это прибытие в Москву чехословацкой команды ЛТЦ, где играющий тренер Владимир Забродский. На мой вопрос, что бы вы делали с нашей советской командой? Как бы вы тренировали эту команду? Сказал, я бы эту команду не тренировал. Эта команда нуждается в серии серьезных международных встреч. Играйте, играйте как можно больше с сильным противником и ваш хоккей войдет в элиту мировых. А через 15 примерно лет мне посчастливилось встретиться на канадской земле с легендарным игроком канадского профессионального хоккея с известнейшим Марисом Ришаром. В конце разговора я ему то же самое, так же, как и Владимиру Забродскому сказал. Возьмите нашу команду, тренируйте ее. Какие вы будете подбирать упражнения? Какие вы будете ставить педагогические, тренерские задачи? Что вы будете требовать от советских игроков в первую очередь? Чтобы они в конце концов обыграли ваших профессионалов, были сильнее лучших профессиональных мировых стандартов? И Ришар лаконично и очень кратко мне ответил. Вам нужно только играть. Вы должны играть и играть. Бесспорно играть на высоком уровне. Особенно играть в сильнейшей нашей команде, участвовать в серьезных международных турнирах дело нелегкое. Но мне думается, что если говорить о хоккее, то играть в хоккей это в общем забавно, это интересно. Значительно сложнее тренироваться. Что такое тренировка? Сама тренировка это в общем грядущее. Сама тренировка, ее характер по темпу, по сложности исполнения хоккей завтрашнего дня. Сама тренировка это в общем грядущее. Сама тренировка это в общем грядущее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В конце концов, получить хоть на время, хоть на один даже матч Футболку с четырьмя великими буквами СССР Как же ты можешь добиться этого высокого звания Без того, чтобы не тренироваться Ежедневно, недели, месяцы, а если хотите и годы Я не верю Я не верю в талант спортсмена Я верю в высокую трудолюбие Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Кубки, медали Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok